Всем привет! Сегодня с вами делаем тренировку на мышцы пресса, но перед тем, как мы к ней приступим, я хотел вам рассказать основные моменты, на которые вы должны обращать внимание при выполнении этих упражнений. Первое. Это ни в коем случае не тяните руками голову вперед, тут за шею, не тяните ее. Старайтесь просто подкладывать руки и работать именно с сокращением вашего корпуса, с сокращением пресса. Потому что в обратном случае вы будете оставлять мне комментарии о том, что у вас болит шея и напрягается только шея, пресс не работает. Следующий момент. Это обязательно приклеивайте поясницу к полу. Во многих упражнениях это обязательно, потому что без этого у вас вся нагрузка уходит в поясницу и будет болеть поясница. Следующий момент. Это при сокращении пресса обязательно делаем выдох. Представляем, что у нас тут две точки, одна движется в направлении другой и делаем сокращение и выдох. В эти моменты строго сильно выдох. Потом старайтесь эту тренировку делать либо натощак с утра, либо за 2-3 часа после приема пищи. Не делайте ее на набитый желудок, потому что все эти упражнения вы просто не прочувствуете и нормально не сможете проработать ваш пресс. Тренировка подходит как парням, так и девушкам. Можете ее выполнять 3 раза в неделю. Для тех, у кого достаточно низкий процент жира, можете ее выполнять регулярно. То есть 3-4-5 раз в неделю. То есть каждый день практически. Помните о том, что ваш пресс и плоский живот делается и добивается на кухне. Поэтому это все делается за счет сокращения количества углеводов, за счет правильных тренировок, за счет правильного питания. И если у вас, например, есть лишний вес, и вы пытаетесь делать эту тренировку с надеждой, что у вас появится 6 кубиков или плоский живот, то сразу вам говорю, что такого не будет. В первую очередь питание, потом, когда у вас уже есть низкий процент жира, достаточно низкий для того, чтобы выполнять эту тренировку, тогда вы его будете чувствовать хорошо и у вас будет хороший результат. Потому что эта тренировка поможет вам укрепить ваши мышцы пресса. Но она не поможет прожечь жир, который у вас находится в промежутке, подкожный жир. Вот, вроде все сказал, так что берите воду, коврик и начинаем. Продолжение следует... Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Кулакова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Кулакова Корректор 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 А.Кулакова А.Кулакова Корректор 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 А.Кулакова